Сегодня мы вновь вернёмся к сериалу Территория. Это уже будет третий обзор, но в этот раз мы поговорим о втором сезоне, который лично я ждал и надеялся, что он будет, ну, хотя бы на уровне первого. Что же в итоге получилось, поговорим в основной части ролика. Итак, сериал Территория, второй сезон. Начнём мы всё-таки немножко, немножко, с первого сезона. А вернее, с последней серии первого сезона, которая закончилась вот так. Да, главный герой, можно так сказать, оказался в самом начале пути. И по первому сезону можно было сделать вывод, что Пам, он же главный герой, Егор Чуддинов, понял, принял и смог управлять своей силой, поэтому отмотал как бы время назад. Поэтому сказал девчонкам с ними не ходить. Не надо с нами ходить. Так мы и не собирались. Вечером будет машина отвезёт вас к Денкару. И отправился снова в путь со своим дядей. Может, с ними пойдём? Нет. Но теперь он уже знает, что этот дядя и есть главный антагонист, он же злодей. Он же медвежий шаман. Вот так как бы закончился первый сезон. И всё намекало на то, что будет продолжение. И вот выходит первая серия второго сезона. Да, там ещё была режиссёрская версия сериала первого сезона, но мы говорим именно об полностью оригинальном первом сезоне. Так вот, второй сезон начинается слегка не так, как ожидаешь. Приезжает автобус, в который садятся девчата, которые из-за того, что время как бы обнулилось, не знают главного героя Егора. Спасибо вам большое. Мы уже думали, тут навсегда останемся. Он к ним прибегает. Может, обменяемся номерами? Ну, вдруг вы потеряетесь. Но тут случается нечто странное. Автобус срывается с места, за рулём оказывается мертвец, и автобус попадает в аварию. К ним подходит Участковый, один из, наверное, самых харизматичных персонажей всего сериала. Вдруг автобус пропадает, в общем, творится что-то странное. Эй, вы что там шаритесь? Помогите, мы в автобусе в аварию попали. Какую аварию? Чё у вас тут? Чё, слепой? Там водила ещё живой может. Но Участковый ведёт себя, как и в первом сезоне. Он максимально прямолинейен и не особо верит в какие-то там, знаете, паранормальные штучки. Поэтому, говорит, ребятишкам идти за ним, идут они по деревне. И тут даже Участковый замечает, что здесь что-то не так. Обстановка какая-то странная и все дела. Нет никого. Это я смотрю, как будто вымерло мысль. Здесь вот дед неходячего окна всё время сидел. Эй, Степан Тимофеевич! Есть кто живой? Даже собак нет. И тут на экране появляется тот самый медвежий шаман. И мы понимаем, что девчонок, Егора и Участкового он всё-таки убил. Но как же такое возможно? Мы же видим главных героев, они же живы. В первом сезоне была некая ведьма, которая, грубо говоря, была проклята за свои деяния. И поэтому не могла умереть. Егор, он же Пам, сам того не понимая, отпустил ей грехи и, грубо говоря, дал ей умереть. То есть, даровал свободу. Грех на мне! Двести лет, Марь! Умереть не могу! Отпусти мне! Да, хорошо, отпускаю. Колдунья умерла. И вот ту самую ведьму герои снова встречают у колодца. А ты чё, Костя? На похоронах-то моих не был. Чё? Тут-то и выясняется, что на самом деле произошло. Главных героев действительно убили. Да, они как бы застряли между двумя мирами. Между миром живых и миром мёртвых. Если человек попадает в мир мёртвых, то оттуда уже вернуться невозможно. Но из этого, как бы, пограничного мира между жизнью и смертью, люди ещё могут выбраться обратно в мир живых. Часть деталей мы опустим. Есть некий мост, на котором главные герои могут, так скажем, встретиться с миром живых. Ты есть гибкий мост? Ага. Лет 50 назад здесь зэков расстреляли. Они вроде мост этот строили. Вот с тех пор сюда самоубийцы поводили сходить. На этом мосту они должны были встретиться с Шурой. Но на мост пришёл медвежий шаман и, грубо говоря, выдвинул ультиматум героям. Комара. Вообще. Кен. Заткнись, миленький. Я убил тебя, ты злишься, я понимаю. Зато теперь ты знаешь, что ты особенный. Согласен пойти вместе со мной? Объясни человеку, что он покойник дал. Как я думаю, вы догадались, главная история, сюжетная линия, будет крутиться вокруг того, что героям за 40 дней нужно выбраться из мира почти мёртвых. А медвежий шаман и будет всячески мешать, потому что он хочет заполучить силу Егора. Но это ещё не всё. В сюжете появляются ещё новые персонажи. А ещё женщина, глава поселения, чей муж из-за пьянки умер. Но она его не отпускает, в кавычках. Поэтому он тоже находится между миром живых и мёртвых. И когда она его зовёт, он приходит. Каждый раз боюсь, что не придёшь. Сама зовёшь. Эта жена на почве трагедии, грубо говоря, свихнулась. И решила напрочь искоренить пьянство в округе. Чтобы от этого змея больше никто не пострадал. Потому что семьи рушатся из алкоголя и так далее. Для этого она сначала обращается за помощью к пермяку. Но тот ей отказывает. Что нам делать с пьянством? Как искоренять? Поможешь мне? Закодируй самых отчаянных. Сделаешь? Веру люди не чтут. От этого всё. Всем веру-то не внушишь? Соглашайся. Заплатим тебе, не обидим. Пробовал уже, были обращены. Один такой закодированный сорвался. Выпил 100 грамм и ноги отнялись. Очень зарёкся. Ладно. Поняла тебя. И она находит другого колдуна, который падки на деньги. И который, снова же грубо говоря, соглашается заколдовать мужское население в округе. Чтобы те больше никогда не пили. Этакое кодирование. Дело я одно большое затеяла Василий. Помощник мне нужен, надёжный. Сможешь от пьянства закодировать желающих? Я ведь не дурак. А вряд ли алкаши по доброй воле кодироваться станут. Сколько ты, Василий, хочешь денег? И сериал всячески намекает устами разных персонажей, что всё это не к добру. Что она, сама того не ведая, творит большое зло. Мужики вниз побегут. С того света мимо нашего сразу вниз. Многие сами... В смысле... Умрут? Да, по-дому. Вся эта завязка, лично меня, зацепила. Я ожидал от второго сезона ещё более интересный сюжет, чем от первого. То есть завязка, по моему мнению, очень интересная. Мир мёртвых, мир живых. Всё это удобрено мистикой. Лично мне такое нравится. Плюс нам более полноценно, что ли, раскрыли медвежьего шамана. Как знаете, такого всемогущего, ну почти. Ведьмака, который даже может в мир мёртвых заглядывать. Это всё, что ты можешь? А ты что можешь? Показать. Ты чё? Чё с тобой, слышишь? Плюс предстоящая вот эта вот грандиозная беда, которую сама того не ведая, навлекает женщина. Ещё хотелось бы отметить из плюсов, конечно же, атмосферу. В мире мёртвых это такая заброшенная, слегка постапокалиптическая деревушка, в которой никого нет. Пустующие, забытые богом места. А события в, так скажем, мире живых происходят зимой. И это тоже отдельная история. И совершенно другая, тоже очень классная, можно сказать, сказочно завораживающая атмосфера. И прям во время просмотра получаешь эстетическое наслаждение. Вот по всему тому, что я вам описываю, может сложиться впечатление, что второй сезон мне тоже зашёл, что говорится, на ура. Но всё не так просто. Я, скорее, разочарован. Во-первых, вся эта история о том, что грядёт что-то ужасное. Из-за кодировки населения что-то будет, вот что-то будет, что-то случится. И ты весь сериал сидишь и ждёшь, что же всё-таки будет. Но в итоге ничего не будет. Ну, вернее как, один мужик чуть не ослеп. Ослеп? Палево пить не надо. А типа твоё шаманство ни при чём. Правильнее сказать, даже ослеп на какое-то время. Но потом медвежий шаман помог ему излечиться. Всё, дальнейшего, внятного какого-то развития эта история в целом не получила. Авторы нагнали интриги. Ты как зритель ждёшь развития, а его не будет. Хотя времени для развития этой истории и ещё десятка других было завались. Потому что сериал на 40% состоит из воды. Событий категорически не хватает. Первые несколько серий тебя ещё держит атмосфера. Ну, наверное, серии две. Которая вообще-то должна подкрепляться в дальнейшем ещё и добротным сюжетом. Но его нет. Герои, ну, типа положительные персонажи, положительная группа персонажей. Которые мы, по идее, должны сопереживать. Сидят и тупят в Эсбе большую часть времени. Ну, ещё и срутся между собой. Пам, он же Егор, всё никак до конца не может разобраться со своей силой. Постоянно ещё и ноет вдобавок. Короче, максимально неприятный персонаж. Поэтому лично я на протяжении всего второго сезона прямо надеялся, что победу в этой схватке одержит именно Медвежий Шаман, то бишь антагонист. Хотя я и понимал, что так быть не может, естественно. Кстати, антагонист Медвежий Шаман получился самым колоритным персонажем из всех. И чуть ли не единственным вообще, за которым было интересно наблюдать. Второй это участковый. Наверное, в первую очередь, потому что Андрей Мирзликин и Алексей Розин отлично справились со своими актёрскими работами. Здесь ещё много хороших актёров тоже задействовано, безусловно. Просто им вообще никаких нормальных, внятных, ну как бы, образов не прописали. Ни Пермяку, ни Шуре, ни остальным. Далее по сюжету. Который с каждой серией разочаровывал всё больше и больше. Всё вот будто бы завязло на месте. Герои действительно, ну, 80% времени сидят и страдают в домике. Как же так получилось, что они почти умерли, почти не умерли? Даже описывать тут нечего, это просто скучно. Что ещё? В первом сезоне герои ко всей этой мистике, творящейся вокруг, относились не так совсем, как во втором. Первое, они скептически ко всему относились и искали какое-то рациональное зерно. Чего-то боялись, чего-то не понимали. Какие-то обряды, поверье и мистику даже верили. Ввиду определённых обстоятельств и так далее. То есть, вели себя как живые люди. Настоящее. Во втором же сезоне в мистику верят все по умолчанию, что в принципе, конечно, исходя из сюжета, логично. Но при этом, теперь ты на экране видишь не историю живых людей, а прям понимаешь, что это какое-то кино о магии. И опять же, если бы здесь было больше интересных событий, я, может быть, на это внимания бы даже не обратил. Ну и самый главный минус. Чисто случайно, в последней серии, главные герои находят слабое место медвежьего шамана. Это оказывается собака, которую мы видели и в первом сезоне. Но медвежий шаман в последний момент отнимает у Егора всё самое дорогое. То есть, его девушку, подруга там тоже сгинет. Подруга, кстати, их предала и всё это время сливала всякую информацию медвежьему шаману. Но это не особо важно, не особо интересно. И, короче, они вдвоём навечно отправляются на тот свет, как и участковый до этого. Это злит Егора. Он, наконец-то, полностью обретает силу. Отправляется в мир живых. Сам пришёл. И всё заканчивается вот так. Давай, отомсти за всех. Умей! Отойди! Скридай в меня. Стреляй в меня, сказал, так надо. Он моё возьмёт, сильнее станет. Стреляй, пока я ненавижу. Ненависть мою. Стреляй в темноту. А две девицы всё-таки оказываются живыми просто потому что. Как? Да что я стала живым? Объясни. Вам кажется, что, может быть, я как-то скомкано всё описал? Но нет, всё так и было в сериале. Всё скомкано, сбивчиво, непонятно. Проще говоря, я прям разочарован. Бывает, вот включаешь какой-то сериал, и он оказывается, ну, не очень. Ну, и ты как бы, ну, ладно, посмотрел какой-то не особо хороший сериал. Но когда тебе понравился первый сезон, и ты искренне ждал второй, И когда ты видишь вот такое, становится, ну, прям грустно. Особенно, когда видишь, что потенциал даже у второго сезона был огромный. Но, к сожалению, получилось вот такое вот что-то невнятное. Если вам понравился первый сезон, посмотреть второй на перемотке, наверное, всё-таки можно. Это если вам интересно. Если не особо, то не портите себе впечатление от первого сезона просмотром второго.